Всех приветствую дамы и господа, сегодня мы продолжаем проходить модификации под названием Global War. Мы остановились на агропроме и уже добыли редкую броню лидеров, по которой вышло недавно видео, где я рассказываю про все 30 видов брони. Ссылочка на ролик вверху, так что переходите и ознакомливайтесь со всей броней. Именно сегодня мы продолжим путешествие по зоне и будем уничтожать новых лидеров, добывать более мощную броню и продвигать нашу группировку, добывая все круче и круче снарягу. Сложно пробиться вперед, потому что врагов множество. Война группировок все против всех, монолит выбился на первое место и их сложновато уже остановить. Как-то неадекватно себя ведут ученые, они заховали уже почти весь Юпитер и продолжают захватывать другие территории, в то время как король зоны почти сдох на Юпитере. Все это максимально необычно и неожиданно. Кто знает, что еще нас ждет в данном прохождении, будет точно прикольно. Ну а ты жми лайкос и подписывайся на канал, чтобы ничего нового не пропускать. Ссылка в описании на телегу и приятного просмотра. У меня есть лишняя броня, которую я добыл в прошлых роликах. Мне нужно ее откинуть куда-то. Объективно бронекостюм был от полковника Данилова, помощнее по пулестойкости, по взрыву. В взрывоустойчивость, я думаю, это очень важно, потому пусть будет именно броня Данилова. Остальное я сейчас в бар быстро отнесу. Отремонтируюсь и потом мы продолжим двигаться дальше. Куда я хочу? На болото сегодня отправиться. Болото, кордон. Вот это все желательно захватить. Ладно, давайте по традиции обследуем всю карту, что произошло. Что основного можно заметить на карте и какие события более всего интересные. Сразу видно, апокалипсис пробивается к лагерю между бараками. Бар свобода, значит цель. Это главная база свободы у апокалипсиса. Наемники продвигаются в Лиманск, выбивают оттуда ветер, а с другой стороны фантомы. Фантомы идут из Курчатова. У осознания не получилось выйти на ЧАЭС. Очень сильно давят монолитовцы и делают вылазки в Восточную Припять. Там терпит Адская Инквизиция, они все еще не вышли с локации, но видим, магазин книг захватывается инквизиторами. Таким образом, у Великих Ханов нет территории в Припяти Восточной, которые спавнят новые отряды. Но есть еще целый укрепрайон. Как-то так. Так, монолит атакует станцию переработки отходов, которую наймы контролят. Вот наймы отбили атаку, но надолго ли вообще? Просто отсрочили потерю базы, скорее всего. Потому что на Затоне довольно активно монолит продвигается, там уже большая часть баз захвачена. Вот, мутанты там обитают. Включил мутантов и вот они, например, монолитовцы выбили. Тут вроде же монолитовцы только что стояли. Или нет? Мне кажется, да, монолитовцы сдохли от мутантов только что. Ух ты нахрен, смотрите, как активно Апокалипсис отвигается в базу. Вход на военные склады уже разбит. Мне кажется, чуть подкрутили силу Апокалипсису и он теперь будет давить активнее. Вот, мутанты на болоте выбили базу, выбили точку ресурсов. А на предбаннике все еще лидер СБУ жив. Миротворцы переходят на кордон. Это такие основные события. Ну и вот тут на территории кордона месиво глобальное, как всегда, темные сталкеры, бандиты, военные. Ого, военные, кстати, которые уже погибать собирались. Имеют под контролем две базы. Вот, они все еще живут на кордоне. Весело? Весело, ребятки. Вот последний день выходят из болот. Или это ренегаты? Нет, это последний день. Я сейчас буду идти в ту сторону, но пока сгоняю в бар и скину ненужную броню. Уже тяжко ходить. Ремонт 5400, нифигово. 5000, да, блин, броня дорого стоит, кстати. Продавать-то не очень дорого, но ремонтировать цены ощутимо высокие. Вот, продавать 12000 стоит. По-моему, фикс есть в Дискорде разработчиков от игрока, который немного повышает цену на продажу. Именно брони лидеров. Там всякие интересные аддоны имеются. Кому интересно, заходите, может, что-то для себя найдете. Ну, вот я нашел интерфейс, например. Может, и ганслингеры когда-то сделают. Посмотрим. Может, и сделают. Потому что некоторые виды вооружения прям неадекватно, стрёмно уже выглядят на фоне других модов, других паков оружейных. Как и текстуры в игре тоже. Я недавно зашел на какой-то сайт, короче, гуглил что-то по Global War. Случайно попал на статью на каком-то из сталкерских сайтов. Была обновка текстур на Global War. Ну, мне кажется, это просто не тот Global War. Может, еще какой-то проект есть. Там, типа, написано Global War 3.0. Пак текстур. Оружейный пак. Пак текстур, в принципе, в игре. Но этот аддон еще не вышел. Он, типа, разрабатывается еще. Так вот. Было бы здорово, если бы кто-то из фанатов сделал подобный аддон. Я недавно только говорил о том, что текстуры стрёмные. Но что-то мне подсказывают, есть какой-то еще проект по сталкеру под названием Global War. Так, это если я поебать... В смысле? А я депо захватил? А, ну да. Я, блядь, на свалке уже был. Забыл об этом что-то. Оба-на. Вот это проблема, кстати. Потеряна база на Янтаре. Да и на стройплощадке тоже. Что-то тут не чисто. Кто это мог быть? Мутанты, скорее всего. Да, это мутанты. Очевидно, вот они. Плодятся по всем фронтам. Захватим переход на бар. Все-таки ключевая точка. Северный блокпост. Значит, переход в бар под ключом, ёпта. Будем теперь взносы брать. Да, ну, свобода до сих пор держит базу. А, нет, не держит. Бар, свобода и стройплощадка уже все. То есть, спортплощадка. А новые отряды апокалипсиса приближаются. Ой, там прям все плохо у них. Вообще посмотрим, как быстро апокалипсис саховывает базы. Вообще, я бы такой, чтобы наблюдение опять устроить. После этого прохождения все равно нефиг делать будет. И, типа, очень интересно, как группировки с новым балансом будут справляться. В прошлый раз мы помним, что в Черный Сентябрь жестко давили миротворцы. Русский спецназ, там военные, по-моему. Отряд Альфа, ЧВК Альфа который. Вот. У Монорита и у Апсов такого не было, что они долго жили. Монорит прям быстро откис, а сейчас он, вон, блин, первое место занимает. Вау. Так, что у вас тут, мужики? Пусто. Ну, и идите в жопу. Не знаю, зачем, почему. Я же хотел как-то посложнее сделать себе. Ну, конечно, сложно, но когда у тебя броня лидеров, то как-то уже более-менее, знаете. Ну, опять же, я еще не сражался с северными группировками. С южными они же слабые, да. Они не такие мощные, допустим, как ЧВК Альфа или Монолит. Такое дело. Так, что мне тут надо? Ни***ра. Не знаю, зачем я сюда пришел, мне же тайник нужен. Там будет все 30 брони лежать, скорее всего. Не все 30, скорее всего, потому что Ворон не нашелся. Чел из Х-27 куда-то пропал. Ворон Чернобог, он существует. Он просто не проспаунился там, не прорисовался. Ах, так, все нормально. Броня на базе. Я сорю, а тут пусто. А это не тот. Это вот этот. Я здесь специально свой тайник оставил, чтобы он отображался. Вот. Значит, 4 лидера есть. Идем дальше, господа. Идем дальше. Честно говоря, пешком идти я больше не хочу. Че, серьезно? Бесплатно? Бесплатно меня отведет? Нет, меня не за бесплатно отвели. Ни хрена, у меня 6000 забрали. Оно еще и вылетело при переходе. Такая дичь. Отсюда будет уже поближе на болото идти. Нормас, нормас. Вообще, я забыл о том, что у меня ранг поднялся. Я теперь эксперт. Потому стоит проверить, что с новой броней. Там оружие можно уже более крутое взять. И броня тоже. Напомню о том, что мы используем ранговое снаряжение по возможности. Эксперт. Тут нет эксперта, но я думаю, что это ветеран. Предположительно. FN 2000. Тяжелый бронекостюм Архангел. Не, ну говно. Тут я его не куплю просто так. Я отдельно попробую. FN, конечно, я не буду брать. Я лучше с РПК-хой похожу. Тяжелый бронекостюм Архангел. 78 тысяч стоит эта дичь. Ну и пока что рановато мне об этом думать. 20 тысяч всего. Покушали и вперед. Я до сих пор любуюсь этим инвентарем. Интерфейсом. Да, FPS лютый. 144 кадров заебись. Стоит начать с лодочной, наверное. Или же с северного хутора. Логично, конечно же, с лодочной. Блин, сейчас бы бабки платить за отряды. Такое. Да ладно. И это все? И это все, на что вы способны? Бедолага, еле попал один раз. И то броня сдержала. Мастер сложность, напомню. Тайничок. Мне интересно сравнить уникальную новую броню лидеров с топовой броней группировки. Ну, например, тяжелая броня Архангел. Я ее скоро куплю. Интересно, что все-таки круче. Вот это, например. Или же Архангел. Как видим, изи. Вот. Он даже хп не снял мне. Совершенно ничего не снял. Обосрался. Тут зло лагеря. Оттуда постоянно спаунивается человек. Тоже надо зайти. Лови маслину. Ну да, как бы насрать до сих пор. Я ни одной аптеки не заюзал. Жесть. Видели? Так, а вообще я зря это делаю. Тут жесткий износ идет. Бля, ну все. Кевларки изношены. Зачем я это сделал? О май гад. О май гад. О май гад. Не надо было. Кевларки хорошо держат. Но они скоро износятся. И не будет вот этого всего. Опять бабки тратить на кевларки не хочу. Дорого. Вот в теории, почему бы кевлар не отремонтировать? Ну не. А, кстати, баг был. Выбрасываешь, поднимаешь. И все целое. Не, не целое. Angel, Sim, Squad, Navice. О, еее, мазафака. Наши пришли уже на завод. Первая пачка миротворцев на кордоне. Военные терпят. Покажите, мужики, на что вы способны. Давай. Капитан Прайс на связи. Кстати, что по артефактам? Я же не сдохну. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Это же минус костюм нахрен. Или держит. По-моему, насрать было только что на все. Кровь, камни, восстановление, здоровье. Плюс 14. Представляете, какой это имбаланс вообще. Сейчас бы у крови, камня, плюс 14 восстановления было. Этого не было даже в топовых артефактах. Ранее. Так, тут тоже аномальная зона. Но мне кажется, детектор говно. Не ловит. Не хочет. Я что, сразу на базу чистого неба иду, что ли? Ну ладно, давай. Сразу решил бросить вызов Лебедеву. Там такая история, мол, Лебедев выжил после выброса на ЧАЭС. Его, типа, холод спас. Когда он вернулся из ЧАЭС, Новиков посмотрел на его костюм. И оказалось, что этот костюм теперь очень имбовый. Сейчас будем смотреть, что там за имба. Я на характеристики не смотрел, не знаю. Ну как, я смотрел, когда обзор делал на 30 видов брони. Но я не помню особо. Так, мельком. Чисто записать, забыть. Блин, всё-таки здорово, когда есть мутанты. И херово, когда нет ножа. Вот. Всё, на месте. Глаза нет. Здорово, здорово. Не понял, а где это ЧАЭНовцы делись? Наверное, сдохли. Я думаю, чё отряды пассивные? Кто-то отключил войну. Я на этой игре просто записывал 30 видов брони уникальной. Сейчас-то они должны подвигаться. А чё тут падшие ангелы тогда делали? Ну, они уже сдохли, кстати. Просто, когда выключилась война, скорее всего, уже были активные отряды. Они куда-то шли. О, да. Мне кажется, все ли мутанты жрут базу бандитов. Они реально им балансные стали. Так. Пацаки, не хотите со мной сходить? Мне ссыкотно. Да, хочет, пойдём. Ну, пойдём. О, проводника тут одного оставим. Это его проблемы. Внимание! В смысле, внимание? Чё так быстро? Блин, а неактивные ребята. Уже подвигались куда-то. Уже нет. Мгновенно просто рассыпались. Какой-то рофл. Рофл-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло. А вот и вылет. Всё из-за мутантов, господа. Не понял, это чё, доктор? Реально доктор, смотри. И чё будем делать с тобой? Я не хочу тебя убивать, если честно. Здорово. Здорово. Бывай. Вот и всё. У него 10 тысяч. Он торговец. Группа торговец. Не, ну, я тебе желаю удачи. Он, наверное, в пещеру пойдёт. Пока кивларка держит. Пока нормально. Но что будет, когда они пробьют эти кивларки? Когда эффективность их закончится? И главный вопрос. Где Лебедев? Сукины дети. Где Лебедев? Живём, живём. Оружейник сидит печально-печально. Так, смотрим на кивларки. Одна наливая, вторая. Четят процентов ещё есть. И броня вроде не портится нормально. О, Лебедев. Ща посмотрим, насколько его хватит. У него пулемёт ни хрена. Но он тащит реально. Вот из нос пошёл. А теперь стой на месте. Эй, в смысле ты сдох? В смысле ты сдох? Блин, ему особо не надо было в голову стрелять. Я даже не напрягался, ёпта. Ну всё, база наша. Господа, успокойтесь. Чаянная 3А Лебедева. Естественно, она сейчас в говне. Надо её ремонтировать. Но это дороговато стоит. Я, пожалуй, не буду этого делать. Логично, что с юга будут слабые виды брони. Самое сочное оно с севера находится. Так, давайте-ка отправимся на оставшиеся базы. Ещё 3 штуки на болоте. Но надо помнить о том, что мне нужно денег насобирать. Бронь купить новую. Пойдёшь со мной. Пулемёт 50 штук стоит. Да ладно, это чё, какой-то уникальный? Да не. Это если обычным NPC продавать, а чё по торговцам? 55 тысяч пулемёт стоит реально. А мне кажется, что это имбалансная цена. Вот всё, собственно. Можно купить новую бронь. Вот чайновская, кстати. Кому интересно, может кто-то за чайон хочет побегать. Есть вот такие виды снаряжения. Экзочистовое небо и так далее. 5 тысяч за убийство. Тяжёлый бронекостюм Архангел. Вот, сравниваем. Да уж. По всем параметрам проигрывает. Только ожог, электрошок и химожог нормально держат. Но и то не факт, что нормально. Потому что сейчас отремонтируем лидерскую броню. И она, возможно, будет ещё круче. Превзойдёт ожог, электрошок и химию. Ремонт. Ой, сколько же он стоит? 6 тысяч. Я думал дороже. Вот. Теперь по химии наш ещё лучше стал. И превосходит ТБшку. Ожог, электрошок уже не так важно. Короче, зря я взял эту бронь. Но я хотя бы посмотрел, что она из себя представляет. Бля, мужчины. Пропустите, пожалуйста. Мужчины. Мужчинчики. Взял за 70. Продаю за 47. Справедливо. А мог и не продавать, в принципе, да? РПК вычиним. Великолепно, господа. Кстати, меня, возможно, тащит артефакт. Там же хил лютый. Допустим, меня вот сейчас ранили, но оно автоматом восстанавливается. То есть они попаданием пули 14 хп отнимают, но оно мгновенно восстанавливается. Там же 14 единиц в секунду, я так понимаю. Или не? Чёрт возьми, на юге можно с пистолетом походить. Клей я вот такой медицин, клей я возьму. Будем вычиниваться. Хотя я чувствую, что уже денег у меня столько, что хоть жопой жуй. В принципе, они не нужны. Я всё нужное из лидеров и так поднимаю. Что оружие хорошее может выпадать. Что костюмы. И в итоге нахрен мне эти деньги. Вот сейчас я уже не чувствую какого-то давления денежного. Усложнение 0. Закупил 50 аптечек и живёшь себе спокойно. Да ещё и с такой имбовой бронёй. Это при том, что у меня одна кевларка. И то 15% эффективности там есть. Вторая уже изношена полностью. Затычка. Не знаю где он, но он где-то есть. Хотя его уже и не видно. А! Лютая мразь, конечно, спрятался. Геркулес. Военные шагают на смотровую вышку. Территория болот. Ничего себе что, они себе позволяют. Ты что себе позволяешь? Слышишь ты. Это чё? Зомбаки слабо вышли. Кажется, да. Мутанты сожрали мой отряд в лагере учёных. Я вообще просрал всё. Мутанты и зомбированные. Это прям лютая проблема на янтаре. Наймы, ёпта, наймы пришли на МЗ. Оу, ноу. Лютые проблемы у нас. Да и вот чё это. Наймы прям люто развиваются сейчас. Охотников выбивает потихоньку. Бедный Дэн. Может его уже и не осталось. Ладно, тут нихрена нет. Эй! Ты откуда взялся, чёрт? Он тоже артефакт искал? Может у него арт, кстати? Блин, как он туда попал вообще? Нет, у него нет арта. Но было бы, кстати, классно, если бы НПС поднимали артефакты. При убийстве ты потом с них арта снимал. По-моему, некоторые ищут реально. Есть такое, есть теория о том, что они реально поднимают. О, так это сейчас лидер будет? Тут косой обитает с суперкрутой бронёй. Я и забыл уже об этом. Лидер ренегатов косой. У него вообще, наверное, самая красивая экза, которая есть в игре. Там расцветочка интересная. Выходи! Не выходит. Наверх. Тут тайничок запрятан какой-то. 19 кустарных батарей. Классно. Йоу, собаки. Пока его не видно. Тупо ворвался спецназвезд, да? И всё же, где он? О-хо-хо-хо. Вот он, дорогой. Он спрятался за домом. Конченый. Он сам себя гранатой убил. Боже, какой он конченый. М1000 даггер имеет новый вид. Нихрена себе, ты щедрый мужик. Экзоскерет скорпион косого. Я бы вот это вычинил и посмотрел. Может оно получше будет уже. Сложно представить, сколько оно стоит. Кстати, и в руках реально по-другому смотрится. Дачи почти нет. Обойма имбовая. И урон тоже. Я не знаю, насколько разумно с этим ходить сейчас. Это ж всё. Боженько просто. Что это? Боже. Нашей толпой задавили завод. Приоритеты стоят. Ну да, кстати, и в лощину, и везде. И они, слава богу, не сбрасываются. Но что это? Это тёмные сталкеры захватили территорию греха. Вау. О май гад. О май гад. О май гад. То есть, если бы не я, вот если бы я сейчас сюда не перешёл, то тёмные сталкеры уже захватили большую часть кордона, по сути. И уже идут на лощину. Жестоко. Долину хавают со свалкой. А ну я эту имбу, наверное, продам. Чё-то вычиню, чё-то продам. 27 тысяч. Не, стой. Ты не тот торговец. В смысле? Экзоскорпион косого носит 110 килограмм. В то время как бронекостюм Булат 130. Вот тут не совсем логично сделано. Ну как это? Экза и Булат. Но Булат не носит многое. Допустим, что своя специфика. Ну всякое бывает, да? Такие моменты. Хрен знает, короче. Да, 27 тысяч. Вот снаряга ренегатов. Можно чё-то подобрать для себя. Но не в этот раз. Офигенный тайник в виде гаусс-патронов. Я не знаю, слишком имбово это всё. Слишком просто мы тут разбогатели, товарищ. Я не напрягаюсь совершенно. У меня 127 тысяч. Так, даггер нахер. Слишком круто для меня пока. Смотрим. Да, очевидно. А, так в этой броне можно и бегать ещё. Это так, здесь херет имбовый. Да, в нём можно бегать. Но переносит он мало. В принципе, это своего рода балансный костюм. Если б можно было бы ещё и носить много, то это был бы перебор. Но 110 кг, по-моему, это достаточно много. Всё равно. Давайте я автомат прокачаю. Чё-то он у меня хиленький. Круто, что можно вообще всё прокачать. Не выбирать. Что захотел, то прокачал. Всяд патронов в обойме. Как вам такое? Имбовенько, имбовенько. Ну и всё, у меня перегруз. К медику подойдём, медицину сольём. У меня много всего накопилось. А, медик не берёт медицину. Справедливо. Вообще не осуждаю. Классная броня. Стоянечок. Ну, на кордоне у нас уже всё вполне успешно. Завод наш, старая ферма наша. Поплыли, мужики. Это же там валерьян, по идее. Да, идём к валерьяну. Я настолько преисполнился, что мне вы совершенно безразличны. Всё. Насрать на тебя. Мне жалко военных, если честно трогать. Валерьянчик где-то скулит сидит. Или уже всё. Кстати, возможно, валерьянчика уже нет. Валерьян вряд ли в топе присутствует. Он один из слабых, я так полагаю. Тёмные сталкеры прессуют. Офигеть. Тёмные сталкеры. С ума сойти. Представьте себе, это тёмные сталкеры. Тёмные сталкеры чуть не убили. Вот это да. Профессионалы тёмные сталкеры. М4. Нифига, воживём. Нет смысла это подбирать. Пользоваться не буду. Деньги не нужны. Ну нет. Ну нет. Валерьян, ты где, старина? Так что да, скорее всего, он мёртв. Он слабенький. Давайте засевимся, перезагрузимся. Не, перезагрузка не помогает. Тут никого нет. Его парни всё-таки сами размололи. Возможно, даже тёмные сталкеры. Здесь мне делать нечего. Не дофига ли вас здесь? Что-то прям... Толпа пришла активненькая. Сражение за АТП происходит. Там нейтралы, тёмные сталкеры. Военные рядом. И мы. Ой, активно военные на болото пошли. Военные потеряли базу. Баг. Ну и скоро миротворцы поползут. Чё-то мне не хочется на предбанник идти. Мне там совершенно неинтересно. Вояк, я вижу, там многовато. Ладно, давайте закончим всё-таки с кордоном. Поможем парням. Поможем. Дальше будем разбираться. Чё будем делать? Эх ты! Бля, да тут засада какая-то. В смысле? Нежданчик. Вообще, это ключевая точка. Желательно взять, реле. Щит. Это важно. Контролируешь щиты, значит, контролируешь локацию. Вот тут тихое укрытие тоже надо щитом сделать. И вот тут щит, костёр под деревом. Это тоже щит должен быть, по идее. Это по факту ключевые точки. Ничего сложного. Ничего сложного. Мне кажется, или я сегодня ни разу не сдох ещё. Представьте себе. Получается, что? Получается, у меня слишком имбовая броня. Надо что-то менять, явно, товарищи. Ого, а это чё? Что с тоннелем стало? А что с кордоном? Посмотрите, какой теперь тоннель. Он же не такой был. И болотце вот это. Или я просто забыл, что ли? Тут КАМАЗ разрушенный, и болотце. Скажите, ещё артефакты лежат. Вот, собственно, новый образец кордона. Может, я что-то просто забыл? Или плохо обследовал в прошлые разы? Твою мать, чё так фризишь? Тут военные, там военные. Деревня теперь, это... Вот как будто теперь две деревни. Не, ну это уже давно было. Как-то вот так вот восстанавливается ХП. Плюс 14 единиц, и это не так уж и много, на самом деле. В чистом небе, по-моему, плюс 3 восстановления здоровья. Там, на каком-то артефакте. На колобке, по-моему. Вот. И намного быстрее восстанавливают, чем здесь. От всяких факторов зависит, короче. Так. Я думаю, пары гранат будет достаточно. А дальше можно хоть вручную душить. С такой-то бронёй. Да, действительно. Не, я думаю, кевларки точно надо выбрасывать. Да. Как будто бы какой-то баг. Они изношены, но они всё равно держат урон. Очень хорошо держат. Да. Разница колоссальная, когда ты с кевларками, когда ты без. Скажем привет Сидоровичу. Задание на убийство сталкера. Сейчас, делать мне нечего. Продает говно до палки. Аптечка за 4,5 тысяч. Заря за 30. Курточка за 5400. Да фигня это всё. Пора броню чинить. Давайте посмотрим на основные изменения на карте. С предбанника по-прежнему лезут миротворцы. Вот они выходят на блокпост. Грех ползут на кордон. Варяги пришли в долину. Выбивают потихонечку бандитов. Да и большие проблемы у бандосов из-за кровососов у них на базе. Надо возвращать янтарь под контроль. Я всё жду, чтобы они сами пошли в подвал. Сторон глав теперь лидер зомбированных. Насчёт базы свободы. Там всё норм. Свободовцы вернули себе под контроль. Всё. Откат. Как-то печально. Ни туда, ни сюда теперь по-прежнему. Как тогда во время наблюдения. Тоже такая фигня была. Вот опять базу потеряли свободовцы. Сумасшедшие. Варяги на Укрепрайоне потихонечку сопротивляются. ЧВК Альфа почти сдохли. Учёные продолжают своё размножение. Интернационалы, кстати, вышли на Юпитер. Так что хз. Учёные потеряли Капачи. Чистое небо там ещё контролят северо-западный тоннель. Инквизиторы почти полностью восточную Припять взяли. Но мне кажется, они всё равно скоро откиснут. Смотря на монолит, становится страшно за инквизиторов и ближайших. Вот так смотрится Затон. Наемники, которые стояли на станции переработки, отсутствуют. И монолит уже захватил ВНЗ. На очереди Лесопилка. Это последняя база, которую уничтожат монолитовцы на Затоне. Что там дальше идёт? Дальше Юпитер на очереди будет у монолита. Восточная Припять. Курчатов тоже. Пора, я думаю, уже захватывать. Госпиталь. Госпиталь всё. Генераторы. Но там монолит, не знаю, получится ли у них. Ветер уже всё почти. Там две базы осталось у них. Две базы РЛС Дуга. С одной стороны Наймэ, с другой Фантома. Ну и всё, короче. Охотники до сих пор живы на Капре. Как-то так, господа. Это основные изменения в ходе ролика. Спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал. Ссылка в описании на телегу. Новое видео совсем скоро. И удачной охоты, сталкер. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова